Вторым китом Unix являются процессы. Опять вспомним ядро Unix, его блоки и большой блок управления процессами. Тут у нас важен планировщик, межпроцессный обмен, ну и как непосредственная часть управления процессами, управления памятью. В Unix каждый процесс имеет свою область памяти и область памяти и память реализована в виде страничной виртуальной памяти. То есть у нас есть физическая память, ее всегда мало, есть область подскачки, своп-файл. И кроме того, с помощью определенных IPC у нас части файлов тоже выглядят как адресное пространство процесса. Ну и кроме того, при использовании DMA, прямого доступа к памяти, мы тоже устройство можем приставить как часть виртуальной адресного пространства процесса. Физическая память разбивается на страницы. При работе со страницами, при заполнении памяти, часть страниц вытесняется в область подкачки и хранится там, пока они не потребуются. Ну, проблема-то в том, что область подкачки может быть достаточно медленной и страницы будут вытесняться оттуда и постоянно убираться из памяти, исчитываться обратно. И это оказывает большое негативное воздействие на работу системы. Но при этом многие планировщики требуют наличия области подкачки и без нее ухудшается стабильность системы. Для процесса создается определенный контекст. Unix принадлежит к операционным системам с легкими процессами. Тут процесс использует контекст достаточно небольшого объема. Ну, скажем, в районе, скажем, 4 килобайта. А, скажем, Windows принадлежит к системам с тяжелыми процессами. Там для образования нового процесса нужен контекст порядка мегабайта. Таким образом, в Windows проще использовать нити, то есть легковесные процессы внутри одного процесса, которым не требуется отдельная область. И поэтому, если вы посмотрите на список процессов типичного Unix и Windows, то увидите, что в Unix достаточно много процессов, а в Windows крайне мало процессов. Впрочем, скажем, в том же плане 9 процессы есть вообще несколько вариантов образования контекста процессов. И там могут быть миллионы процессов. Там они совсем легкие. Итак, у нас для создания процессов используется следующий контекст. Это идентификатор процесса PIT, номер, идентификатор родительского процесса, состояние процесса, идентификатор пользователя, то есть кто владелец процесса, приоритет процесса для скедулера, дескрипторы открытых файлов. Родительский процесс очень важен, потому что у нас достаточно специфический метод образования процессов в Unix, именно вызов форка. Итак, тут у нас дана схема состояния процесса, диаграмма состояний. Мы видим, что если все нормально, то процесс загружается, выполняется. Если процесс не используется, то он переводится в спящий режим. И при завершении процесса он убивается или умирает сам и освобождает ресурсы. Некоторые процессы как бы умерли, а ресурсы не освободили. Это так называемые зомби процессы. Планировщики, поскольку у нас многопроцессорная система, много задач, многозадачная система, а процессор, ну скажем один или мало их, то единственная возможность запускать много задач на одном процессоре, это обслуживать их по очереди. Естественно, мы должны задать какую-то очередь, но самая простая очередь, это кольцевая очередь, Раунд Робин. Процессы все становятся в очередь, каждому выдается квант, обслуживается, и если обслуживание не закончилось, он возвращается в хвост очереди и так по кругу. Карусельный режим, карусель. Но, как известно, все животные равны, но некоторые из них ровнее. Есть некие процессы, которым требуется больше ресурсов, системные, например. И тогда усложняется этот планировщик, и ему добавляются приоритеты. Фактически приоритеты можно представить как виртуальные очереди, тогда разные люди встают в разные, разные процессы встают в разные очереди. И чем выше приоритет, тем больше квантов времени ему выделяется для работы. Создание новых процессов. В Unix процесс создается с помощью достаточно элегантного механизма. С помощью системного вызова форк происходит форк-вилка, раздваивание, дублируется процесс, и потом в дочернем процессе содержимое заменяется новым процессом, новым вызовом. Вот, пожалуйста, пример. Положим, у нас нужно выполнить команду ls. для этого у нас shell с помощью вызова форк раздваивается. Получается два абсолютно одинаковых shell. Один имеет pit вот тут у нас 33, а второй будет иметь родительский pit parent pit 33. Мы в этом shell запускаем команду ls, exec ls, выполняем ls, погружается программа ls, запускается, выполняется, все, прекратилось. При, естественно, мы видим, что при раздвоении у нас большая вероятность, что весь текущий процесс заменится, то есть дублировать его смысла нету. Дублирование идет по принципу copy and write, то есть если у нас как бы дается ссылка на исходный, на содержимое исходного процесса и есть ли у нас он не подменяется или изменяется немного, то он копируется. Или если у нас заменяется другой программой у нас процесс, то то, что не нужно, не копируется, а просто заменяется новой программой. Основное отличие, конечно, в том, что у нового процесса есть родительский PID указывающий на породивший его процесс, но и у него есть новый идентификатор процесса. Как я уже говорил, в рамках процесса могут существовать нити, потоки. У всех нитей одно и то же адресное пространство. Вообще, конечно, создание нитей это было против идеологии Unix. Unix не поддерживает нити, только процессы. Нити использовались в операционных системах типа VMS, Windows, то есть там, где тяжелые процессы, там проще создать нити внутри большого процесса. Идеология многопроцессорной работы пошла по стопам того, что на разных ядрах процессора лучше запускать нити, ну, вот так вот исторически разработка пошла, чем отдельные процессы. Ну, почему? Потому что процесс, который запускает нити на разных ядрах, он знает об этих нитях больше, чем скедулер, планировщик о своем процессе, и будет управлять ими лучше. Поэтому работа на многопроцессорных системах пошла по пути работы с нитями, и в Unix были созданы библиотеки работы с нитями, и нити вошли в ядро Unix. Процессам нужно взаимодействовать друг с другом, соответственно, у нас должны быть примитивы межпроцессного взаимодействия. Их очень много, есть межпроцессные взаимодействия чисто Unix-овые, например, каналы, переменное окружение. Это то, что возникло еще в старом Unix. В рамках ветки BSD и System5 развивались параллельно схожие методы взаимодействия. Например, разделяемая память развивалась в рамках System5 интенсивно, а сокеты возникли в BSD и Unix. Ну и сейчас мы используем библиотеки System5 для работы, скажем, с сигналами разделяемой памятью, и сокеты библиотеки BSD для работы с сокетами. Разделяемая память очень хорошее средство. Мы имеем прямой доступ, мы унифицированно работаем с памятью, пишем как будто в область памяти, а оказывается у другого процесса. Недостатки это средство не содержит никакой возможности синхронизации по умолчанию. То есть два процесса могут или больше одновременно писать в одну и ту же область. Никто не помешает. Это тоже в рамках идеологии Unix. Каждый делает свое дело. Для этого можно делать разные синхронизирующие примитивы. Например, самый простой это семафоры для синхронизации работы с памятью. Вот у нас вот так вот выглядит. У нас одна и та физическая память разделяется двумя процессами. Соответственно, запись в эту память и чтение из этой памяти прозрачно для обоих процессов. Но нужно некую диспетчеризацию работы с этими процессами. Переменное окружение очень простое межпроцессное взаимодействие. Мы оставляем список неких типа ключ значения. Вот переменное окружение. Любую текстовую информацию можем записывать. И эти переменные могут быть глобальны. То есть мы глобально всем дочерним процессом передаем эти переменные. Используется не только в Unix, но и во многих других операционных системах. Очень удобно и очень просто. Ну вот так вот у нас задаются, скажем, домашний каталог, редактор по молчанию, шелл используемый, язык, то есть локаль, какая используется. И их могут наследовать порождаемые процессы. Сигналы. Ну это действительно некий сигнал. Сигнал имеет их ограниченное количество. Нумеруется целыми числами. Сигнал это просто некое сообщение с кем-то номером. И оно имеет семантику, которая закладывается на уровне операционной системы. По стандарту у нас есть часть сигналов с семантикой заданной. А часть сигналов с семантикой, которые можно задать на уровне программы. Каждый программист может задать свою семантику. Все они имеют или какое-то название, ну и соответственно какой-то номер. Вам интересны из сигналов это девятый сиккилл. Кстати, программа, которая посылает сигналы, так называется киллл. Она может посылать любой сигнал. Сиккилл это сигнал убийства. Процесс должен завершиться немедленно. Не задумываясь о том, как освободить ресурсы, как завершить какие-то свои действия. Он должен завершиться. Значит, сигтерм это сигнал, который опять же вам интересен. Пятнадцатый. Это мы посылаем информацию, рекомендуя завершиться программе. Но при этом не заставляем ее прямо сразу завершиться. Говорим, что подождем, когда она завершится корректно. Вот примерно так вот работает. То есть процесс, который получил сигнал сектерм, он освобождает ресурсы, записывает результат и завершает работу. То есть крутится процесс, мы можем послать ему такой сигнал. Сигналы USR1 и USR2 это сигналы, которые не имеют заданной семантики. По умолчанию, если они никак не обрабатываются, они просто идут как сигнал завершения процесса. Ну, например, для чего их можно использовать? Для того, чтобы дать сигнал, перечитать конфигурационные файлы, например. В общем, их обрабатывает уже каждая программа по-своему. Нет семантики. Ну, вот так вот, например, мы посылаем процесс USR1 и говорим ему, что для него пришла некоторая информация, которую нужно считать. И он считывает. Ну, вот, например, да, обновление конфигурационных файлов. Каналы. Каналы есть неименованный и именованный. Неименованный канал – это канал, которому имеет доступ только два процесса. Он никак не виден. Именованный канал выглядит как файл специального вида на файловой системе. К него можно обращаться по этому имени. Каналы могут быть однонаправленные и двунаправленные. Ну, что такое канал? Это как труба. У него нет никаких средств для диспетчеризации сообщений. Фактически один процесс пишет в канал, другой читает из канала. Вы этот IPC очень часто можете применять, когда задаете пайп вертикальную черту в шейле, для того, чтобы перенаправить стандартный выход одного процесса на стандартный вход другого процесса. Вот это неименованный, однонаправленный канал получается. Каналы неименованные, они существуют в рамках одного процесса. То есть, в принципе, процесс А и процесс Б порождаются шелом, и канал тоже порождается шелом. И, соответственно, все три сущности существуют как порождение одного родительского процесса. За пределами этого родительского процесса в этот канал никто попасть не может. Сокеты. Сокеты были созданы в рамках BSD Unix. Они, в принципе, заменяли многие IPC System 5, но свой звездный час они получили, когда стали использовать протокол IP, TCP IP, да и другие протоколы, реализованные на базе сокетов. Ну, поскольку было реализовано в начале в BSD Unix, то там, естественно, на базе сокетов было реализовано. Сокеты существовали и до этого, то есть они не специально под IP сделаны. Потом, когда стали делать библиотеки для других систем и для других Unix, естественно, стали использовать наработки с сокетами. При этом, конечно, в System 5 было реализовано сетевое взаимодействие и на своих IPC, но сокеты их вытеснили. Сокеты у нас являются несколько вариантов имеются. Самые простые датограммные потоковые и сырые. Датограммные самые простые. Сырый сокет это просто вот как канал, то есть он никакой диспетчеризации, ничего не делает. Датограммные сокеты, они взаимодействуют таким образом. Посылается сообщение, сокет диспетчеризирует, управляет этим сообщением. Но дошло, но не дошло, прочел и получатель нет, непонятно. А потоковые сокеты, они еще и прослеживают, чтобы сообщение было доставлено получателю. То есть все берут на себя. В сырых сокетах никакой сервисной функции нету нагрузки. Если вы хотите всю сервисную функцию, пожалуйста, дописывайте сами, если вам что-то нужно. Ну и сокеты могут быть как каналы на файловой системе в виде файла имя иметь. Ну и сетевые сокеты, как я же говорил, в плане 9 они тоже в виде специальных файлов имеются. И в современных Linux тоже все идет к тому же. Вот так вот работают датограммные сокеты и потоковые сокеты. Тут нужно отметить, что поскольку потоковый сокет он учитывает получение, то есть обработывает получение пакета, то фактически он состоит из двух частей. Из сокета прослушивающего, есть ли соединение или нет, и на сокет, если идет соединение, то порождается новый сокет, который используется в обработке информации. Собственно, и в подтверждение доходит информация или нет. Ну и связь может реализоваться тоже или однонаправленная, либо полуторанаправленная, то есть полудуплекс, как в радиостанции. То есть вы сказали и нажимаете кнопку прием и так далее, или дуплексная, двунаправленная. В лекции мы увидели, что процессы это второй по важности элемент в Unix вместе с файлами. Каждый процесс имеет уникальный идентификатор, у процессов есть контекст. В Unix легкие процессы, то есть процесс занимает достаточно небольшой контекст. Процессы новые проводятся путем разветвления родительского процесса на родительский и дочерний. И для взаимодействия процессов используется достаточно богатый набор IPC. Излишне богатый не нужно столько IPC, нужно бы их подсократить, подуменьшить, но для этого нужны организационные силы и никому это особо пока не нужно. Дополнительные материалы вот такие вот вам предлагаются и вопросы для самоконтроля. Понял?